Ну здорово всем, томаты недоспелые, и сегодня у нас такой интереснейший видос вылупляется по теме агрессивных персонажей. А ведь все мы порой хотим иногда залететь куда-нибудь на какой-нибудь вражеский бафчик или вопсище, вопсище. Просто заинвидить, залететь вражескую лисямбу, или устроить ранний файт, или там ещё чего-то много всего охота порой бывает, и нам не позволяет именно это сделать характеристики персонажей. И поэтому я собрал именно тот топ, у которых в этих, в этих, как их там, самых персонажах есть эти характеристики. И они им позволяют это сделать. Всё логично и просто. Не забывай поставить лайкосик, подписаться на канал, ведь потому что это очень важно для канала и меня, и тебя. Пристёгивайся и поехали! А мне тут сорока на ушко напередел, а что ты не знаешь, где пополнить алмазы в Mobile Legends? И поэтому геймер-шоппер-пеппер-ру спешит к тебе на помощь. Это официальный маркетплейс товаров и услуг в Mobile Legends. Там ты очень быстро и легко можешь алмазям бы прикупить, и, конечно же, радостным потом ходить. Трудностей вообще никаких нет, всё прозрачно и понятно. А значит, всё прозрачно и понятно. Ссылка на магазин в описании видоса и в комментарии видоса. Переходи по полне и абсолютно всегда оставайся с мобловским алмазом. Начнём, наверное, с самого агрессивнейшего пацанвальчика на данный момент. А вернее, не пацанвальчика, а пацанвальчихильты. Мне кажется, это самая идеальная совокупность и дамага, и защиты, и агрессии, и вообще в целом навыков и всего вместе. И если ты пикаешь там, например, своего ланселворотичка маленького, такого, такого, всякого, и у тебя в команде, против тебя в команде играет Хильда, и ты 100% уже будешь, наверное, ждать появления на горизонте её мехового, эээ, платишка. И да, это касается не только леса, вражеских бафов или твоих бафов, это касается вообще всего в целом. Она может вылететь и на мид, она может вылететь и на голде, она везде может просто залететь и, ну, нормально так... Пока чину по-твоему своей булавой вот этой, или с чем она там бегает, долбашить вот эти вот, знаете, её толчки вот эти, меня аж выкаливает иногда, иногда с такого. А пока до мидера, или там до лайнера, или до румера вообще что-то дойдёт, то тебя уже, да всё, ты уже второй раз на баф пойдёшь. Кстати, она вообще спокойно без базара может любой дамаг вывести и даже против троих в кусте встать и всё, убегать, у неё есть ускорение. Дамага много, Хила много, Жира много, ускорение есть, самая агрессивная баба... всё, сказал про неё. Следующий персонаж, я думаю... Дариуса, слушай, брат, да можно запихать до сюда. Не, ну а почему бы и нет, у него там есть на втором навыке, вот в этом вот подпрыжке какой-то, режет там тебе твой физдев или чё-то тому подобное, и ему поэтому, короче, вообще плевать, а танк ты, или боец, или стрелок, или мамок, или всё. Он просто влетает, делает всё, что ему нужно и вообще делов не знает, даже отхил там получается своё вот это вот кругового вот этого движения. В лейте, возможно, маленечко он подраспадается, да, типа, ну, против двоих-троих он уже базарчик, я думаю, вывести будет ему трудно. А один на один перебивает по-любому любого, даже в лейте, даже хоть где, и поэтому агрессия с него так и выливается. Высачивается, проливается. Следующего персонажа, которого я обязательно сюда добавлю и не пропущу, сам на нём поднимал, апался. Слушай, ты куда полез-то, это, кусака? По-моему, это самый такой теневой персонаж, почему-то, которого, на которого никто практически не обращает внимания. Но у него столько дамажины в начале матча, он настолько агрессивный, что он может, ну, просто залететь и прям, ну, нормально так рассказать всем. Практически есть всё то же самое, что и у Хильдена, кроме отхила в кусте. Ускорение, щиточек, очень много дамажин из первого навыка, с базиков, там стакается, пассивочка, всё это вот делается. Подброс контроля, короче, ну, можно залететь прям в толпу в самом начале, баф откинуть там влево, человека вправо. И всё, и после этого все уже понимают, что ты агрессивный дядька и, как бы, делов нет. И поэтому он в топе, ну, потому что агрессивный. Агрессивный, да, вот, ну, такой вот он чувачочек. Следующий персонаж, которого я сюда добавил только лишь потому, что не хочу читать гневовские комментарии у себя под видосами, это Хилос. Ну, с другой стороны, если так чисто посмотреть без хейта, да, как бы, он может иногда, там, залететь, шумиху навести, там, лужу свою включить и все побегут. И некоторые-то не убегут, а некоторые убегут. И поэтому, я думаю, лишним не будет добавить его в этот топ, да? Ну, как, агрессивность есть кое-какая, не какая, кое-какая. Следующего персонажа я ещё не придумал, сейчас посмотрю и сразу скажу. Я думаю, без Фредрина в этом топе тоже не обойтись. Ну, серьёзно, ну, он куда не зайдёт, везде агрессией попахивает, везде может кого-то там что-то показать, домах нанести, законтролить, всё сделать, раздражать, агрессировать и всё. Ну, это и есть агрессия, по сути. Ну, и плюсы по хпшке, он тоже не страдает, что тоже в копилочку агрессивности, и поэтому, ну, по-любому надо его. Ну, без Фредрина, я думаю, это топ, не топ. В принципе, ещё можно было бы и Мартиса сюда добавить, да? Так-то, ну, если куда-то залетит, там, вторым своим начинает хоп-хоп-хоп, контрольчик, антиконтрольчик, первый, базики, хп много, как бы, ну... Что-то в этом есть, но вот я думаю, Валир, вот да, вот единственный, наверное, маг, возможно, ещё Лилия, но Валир прям, ну... Нормально так, я думаю, агрессирует. Ну, и в частности, агрессия воняет от него за счёт его контроли, станов, толчков, дамага и всё. За счёт этого пацанчик может, ну, спокойно, соло, просто наступать. Ну, и поэтому, короче, я думаю, какую-никакую строчку он в этом топе всё равно должен занимать. Поэтому наш видосик маленечко подзаканчивается, если я вдруг кого-то подзабыл, то напиши мне в комментарии, я это учту. Не забывай про телеграм-канал, ссылка в описании видоса, ты можешь там зайти, зайти в чат и всё. Можешь с кем-то скарифунькаться и пойти апать рейтинг. Не забывай про лайкосик под видос и подписочку, братос. С вами был Дафи Дак и всем репорт. Субтитры сделал DimaTorzok